так на следующий прежде за страничку потому что у меня ничего не отображалось так видно и слышно надеюсь что все еще так давайте с вами начинать познакомиться со мной меня зовут михаил я являюсь ведущим допс инженером одной из личных компаний в мои обязанности входят частично как допс так некоторые сырье практики собственно поэтому мы сегодня и будем сично обсуждать вхождение до вопса в сервис ли можно так выразиться правила бинара у нас простые хотелось бы увидеть от вас участие вопросы в чате вопросы в чате я вижу но ответить смогу не совсем сразу маршрут у нас сегодня довольно простой мы с вами познакомимся в целом со мной с вами сотусом поговорим о том что же себя представляют кубернет спробы а как же эти пробы лучше использовать для того чтобы добиться высокой доступности в на примере конкретного приложения очень абстрактного но все-таки приложения поговорим о том какие же лучшие практики в этом всем можно применять о курсе в конце программе обучения и порефлексируем по итогу со мной мы уже познакомились дайте познакомимся с вами расскажите какой у вас опыт работы в айти какая ваша была основная цель с которой вы заложать так прежде чем перейдем к со мной цели нашего вебинара давайте поговорим про отус отус как компания создает курсы для айти специалистов различных уровней от junior до лид кроме того что стоит отметить преподаватели являются действующими специалистами с скажем так боевым опытом и первично курс создавались все таки с направлением повышения квалификации для тех кто уже так с нами в лодке но стали какой-то момент получать определенные ключи запросов на обучение с нуля а раз есть про значит должно быть и предложение и поэтому на данный момент курсы разделяются на довольно широкий профиль для специалистов собственно от действующих до тех кто хочет войти идти скажем так и освоить новую специальность кроме того отус есть образовательная лицензия что немаловажно поэтому курсы будут являться либо программы повышения квалификации либо будут идти как курс профессиональной переподготовки а это значит что можно не только получить официальное удостоверение или диплом но кроме того сделать много высчит что современных реалиях довольно приятно если говорить по направлениям то это более 170 курсов в различной направленности как классика формата программирования работа с инфраструктурой естественно тестирование аналитика так и более узконаправленные скажем так по опять же запросам трудящихся это data science это управление в различных его форматах это game dev и также курсы связанные с информационной безопасности если мы будем говорить про отус цифра как я уже сказал более 170 курсов более 600 преподавателей которые делятся своими знаниями и реальными кейсами более семи лет со дня основания компании более 38 тысяч выпускников которые уже прошли обучение и получили свои дипломы и более полумиллиона специалистов которые находятся в нашем сообществе читают материалы учатся общаются на площадках преподают делятся знаниями дискутирует и так далее но я думаю что мы можем с вами переходить потихоньку к нашей основной теме а именно это кубернет спробы как же отслеживать состояние сервисов в нашем кластере цели у нас сегодня две и они достаточно простые познакомиться с тем какие виды проб есть кубернет в кластере а также разобраться как же их лучше нам использовать и начнем наверное с разговора о том что же такое пробы в кластере кубернет поэтому первично о пробах стоит думать как скажем так о наблюдателях кто-то называет их бдительными стражами кто-то называет их помощниками в любом случае это те самые инструменты для наших контейнеров в наших подах которые своей главной задачей несут и выполняют проверку собственно работают ли наши контейнеры и готовы ли они в принципе обрабатывать входящие приходящие к ним запрос то есть ходящие запросы таким образом пробы помогают нам дополнительно проверить и гарантировать что только те контейнеры которые готовы и работают будут получать трафик предотвращая сбои которые могут повлиять на работу собственно нашего приложения и принести негативный опыт для пользователей какие же пробы у нас бывают пробы бывают с трех типов это ливнес пробы это риднес пробы и это стартап пробы отметим сразу по поводу ливнес и риднес проб ливнес пробы если мы получаем 400 или 500 они переводят к полноценному рестарту видно же получая аналогичные 400 и 500 приводит тому что мы просто получаем новую маркировку а же то что мы получили новую маркировку собственно трафик временно не будет приходить на данные поды шута проут ну собственно стартап проба будет работать очень похоже на ливнес пробу если у нас что-то пошло не так с точки зрения запуска ну естественно перезагружаюсь давайте подробнее рассмотрим что же это за пробы и за счет чего же они как раз таки определяют как получать код чем получать код и как же вот эту самую маркировку или старт производить или рестарт производить начнем с ливнес проб ливнес проба это в принципе та самая стандартная проба которую иногда еще раньше любили называть хелс чеком по факту кубернет приходит к нашему году и спрашивает собственно так как у вернется у нас не русский он спрашивает а я окей если будем переводить тонн по сути приходит и говори и спрашивает все ли у нас нормально и и это по факту дежурный вопрос условный такое дружественное похлопывание нашего подика по спине по плечу которую должен удостовериться что все у нас хорошо что он живой что ему нормально что он вот в принципе отвечает на какой-то запрос если же контейнер не отвечает ведет себя как-то странненько скажем так губернатор понимаешь что ну не окей ему ну вот вот не норма что-то не то нужно и нужно тебе братан отдохнуть и он любезно как мы уже выяснили получая собственно 400 или 500 на вот этот запрос наш подик тушит и запускает новый потому что тот с новыми силами готов работать если конечно же все правильно указали проблем внутри пода второй тип прав собственно рид нас дан случае кубик приходит и спрашивает его условно рели или он спрашивает он готов ли он к работе для чего собственно для того чтобы рид нас проб как вот формуле 1 есть зеленый для автомобиля ну или как для нас это просто зеленый огонечек который показан то что контейнер полностью готов к выполнению своей задачи они проектируются и делаются таким образом чтобы помогать нам избежать перегрузки наших контейнеров во время запуска или обновлений гарантируя что собственно они будут полностью готовы работ к работе в любой момент времени ну прежде чем условно трафик будет направлен в их сторону а если в какой-то момент контейнер подвис либо он получил слишком много запросов и обрабатывает их условно он живет у него лидность пробы нормальная но ридность пробы еще не нормальная просто потому что ну вот он еще крутит мы знаем что он отпустит через какое-то время через там две три два три обращения к нему он отпустит продолжит работать вот но собственно сейчас у нас такого нет у нас это не работает у нас выдается ошибка значит мы пометим его как больного и к нему какое-то время не будут приходить запросы как это будет выглядеть другой какой-нибудь ручкой нарисуем собственно у нас есть наш балансировщик блок балансер у нас есть еще какие-то поды которые нормально отвечают у нас есть наш трафик наш пользователь который приходит и что-то просит он приходит к балансеру говорит слушай отправь балансер понимаешь наш под в какой-то момент 500 или 4 400 какую-то дает я получатого как минус значит что трафик идет сюда трафик идет сюда сюда трафик не дойдет здесь он закрыт как только под перестанет говорить собственно но вопрос готов к работе что у нас не голосовал он снова будет помечен плюсиком и непосредственно него трафик пойдет если же под энное количество раз допустим был один плюсик потом потом ну вот пять раз его спрашиваем первый раз искал нормально там он сказал один два три четыре пять раз он нам ничего не ответил значит что мы собственно после этого сделаем рестарт как полив на спробе потому что ридность проба несколько раз не ответила и из него придет новый под который точно за нас голосовал и будут работать и стартап прода проб проба последняя проба самая свежая в кубернет про нее меньше всего говорят но она очень и очень неплохо себя показывает случае с тяжелыми долго запускающими приложениями когда кубер приходит и спрашивает и зато и на и и и ну и и и и и и и и Ой, полностью ли он проснулся? 10. Все, удалить все мы не хотим. Они очень красивые вот так. Собственно, он проверяет полностью ли подготовка к работе. Это одна из довольно свеженьких проб. Про нее иногда забывают, не всегда говорят, но все-таки. Собственно, да, оно проверяет полностью ли наше приложение стартануло, полностью ли оно проснулось и готово работать. Они непосредственно нам помогают настраивать статус готовности во время запуска, гарантируя, что все будет нормально к моменту, когда придут основные пробы. То есть старта-проба, она обычно имеет определенное время. Опять же, мы понимаем, что у нас под может стартовать какое-то определенное время. И вот к моменту, когда он готов принимать запросы, когда он стартует, когда он полностью проснулся, как раз-таки наш старта-проба приходит, удостоверяется в этом и говорит с двум остальным, лидно-соридно, что, ребят, он готов, давайте начнем работать. Очень полезно для различных больших Java, допустим, серверов, для .NET-приложений, которым нужно не просто подняться, которым нужно разогреться, то есть у вас и применение конфигов. Давайте здесь же где-нибудь продолжим рядышком указывать. Синеньким-синеньким. Здесь же это. И конфиги, которых может быть достаточно много. Это и ожидание там, что клиент ответит или подключение. Такой опциональный вариант. Это и bootstrap какого-то еще коннекта, кроме базы, например, к той же самой очереди. Все может занимать там, допустим. Две или три минуты. Это нормальная практика для некоторых языков, пока оно прогревается, стартует туда-сюда. Если мы сразу отправим туда лидно-соридно-спробу, они просто придут со своими конфигами, спросят, ничего не получат, скажут, да, что-то какой-то неадекватный, гаси его. И будем так по кругу. У нас были лидно-соридные спробы, например, до введения старта в проб, которые, и лидно-соридные спробы, кстати, тоже периодически, которые ходили типа каждые полторы минуты условно, и тайм-аут у них был еще полторы минуты. То есть по факту для хорошей работы приложения это было очень много. Это было очень много и неправильно. Но вариантов не было, потому что была Java, которая реально там минуту с лишним просто пыталась, прежде чем начать отвечать на запрос. Она и отвечала еще не очень быстро, там еще и надо было минут пять прогревочных, но сам факт, потому что она даже не отвечала первое время. Поэтому старта пробы, на самом деле, довольно неплохой вариант. Кроме того, зачем эти самые пробы нужны в целом? Что мы можем за счет них проверять? Можем проверять временные сбои сети. Мы можем проверять ошибки конфигурации. Мы можем проверять ошибки на уровне приложений, потому что за счет всего этого мы окажемся с вами как раз таки в той ситуации. Если вдруг где-то что-то засбоило, проба нам покажет. Либо за счет пробы мы просто восстановимся в какой-то момент, и все будет нормально, либо мы, ну, собственно, будем видеть, что проба не проходит. Если проба не проходит, значит, приложение не отвечает. А раз оно не отвечает, значит, есть какая-то проблема. Опять же, нам уже из графаны там идит алертинг, что, ребят, у вас там приложение, они отвечают на пробы, и уже пять раз перезагрузилось. И вы такие, мамма миа, зачем мы сидим? Почему мы ничего не делаем, бежим и пытаемся это исправить. Опять же, кто всем этим делом может пользоваться? Разработчики. Конечно же, для мониторинга, естественно, приложений. Плюс через пробу мы можем информировать наших разработчиков о том, что события или статус приложения так или иначе меняются. Либо что возникают ошибки, либо что мы слишком много едим ресурсов. Ну, допустим, я вот в CPU. И сообщать им, что, ребят, вас вот тут нужно что-то решать. Тут DevOps SRE в девочку не справится. Ну, и опять же, для определения тайм-аутов приложения, что вот приложение не отвечает, но повисло. Почему? Опять же, там, алертинг, если проба два или три раза не прошла. Кроме того, мониторинг этих событий полезен для устранения проблем, естественно, для работы с точки зрения инцидент-менеджмента. Опять же, если мы видим, что какое-то конкретное приложение за счет PRO постоянно отваливается, и мы видим потом из-за чего, это может нам помочь планировать, управлять ресурсы, ресурсами, наверное, потому что постоянный ООМ, либо не хватает просто мощности, либо что-то еще, либо там нужно еще копии добавить и так далее. Ну, там, мы декордируем, например, по RPS, а добавить не можем, потому что приложение, ну, съедает слишком много. И вообще, в целом, проба – это периодическая проверка, которая отслеживает работоспособность нашего приложения, и это все дело можно настраивать, используя либо, ну, QCTL совсем для быстрого-быстрого формата, как мы еще только к MVP идем, либо, естественно, через шаблоны Ямла, на Ямле. Какие бывают пробы с точки зрения того, как мы общаемся, не для чего, а как? Ну, хттп, собственно, хттп-запрос. Эй, ты там, все хорошо, братан, ответь. Ну, либо постом, либо геттом, что-то еще, собственно, сообщение, которое мы подправляем в сторону нашего контейнера. Если мы получим, вот как раз-таки стандартный вариант, если мы получаем 200 или 300, это все хорошо. Собственно, можно идти дальше. Опять же, если мы вдруг получаем 400 или 300? 500? Да, 500 или 400, то опять же, мы должны понять, что там не так, контейнер нужна помощь. Стандартно. Ну, чаще всего, геттпост можно положить. Скажем, что 2. Ха-ха. 3. Ха-ха. Следующий вариант – это TCP. Собственно, TCP проба – это та самая KNV. То есть, port is open. Да, и с другим цветом, наверное, обозначим, чтобы не путаться. Собственно, TCP – это вопрос. TCP пробовать, TCP сокет. Can we connect, который проверяют, открыт ли у нас порт и можно ли к нему подключаться. Это такой телефонный звоночек, чтобы проверить, что вообще там что-то проходит. К сожалению, в современных реалиях такие быстрые телефонные звонки воспринимаются не очень хорошо. Но в нашем случае это вот проверка, что да, действительно, там все еще открыто, и все еще туда можно что-то слать, какие-то сообщения. И execute проба – это те самые кастомные хеллс-чеки зачастую. Который голос. Том. Пишется. Хеллс-чак. Иногда западные коллеги называют ее как give me sign, дай мне знак. По факту это такое, ну, мини-интервьюшечка с нашим контейнером. Ну, на самом деле, это вполне какого-то скрипта. Собственно, мы конкретно какие-то вещи спрашиваем у нашего контейнера с помощью команд и ждем того, какие ответы будут. Если все пройдет хорошо и мы получим те ответы, которые мы ожидаем, то непосредственно за счет execute проба мы пройдем дальше и все будет классно. А если же случится так, что наш контейнер ответит не так, как мы ожидали, он не скажет нам то, что мы хотели или, в принципе, отреагирует не так, как должен отреагировать при выполнении этих самых действий, ну, естественно, маркируем, что он что-то какой-то мутненький и идем. Собственно, на вторую попытку. Как это все дело выглядит? Выглядит оно следующим образом. Видим, что здесь есть блоки, очень полезные для нас. Давайте, собственно, их выделим. Это ливнес-проба, ливнес-проба и стартап-проба. Мы видим, с точки зрения ливнес-пробы, что это хтп-запрос будет по порту 80, по пути слэш-хелс раз в 10 секунд с задержкой в 15. То есть, прежде чем мы пойдем спрашивать, все ли там хорошо, мы подождем 15 секунд. И каждые 10 секунд будем приходить и спрашивать по слэш-хелс, а все ли у нас там нормально. Ривнес-проб. В принципе, здесь пример тоже самое, потому что в порту единственное, что мы через 5 секунд уже пойдем спрашивать, и каждые 5 секунд мы будем приходить. И стартап-проба ровно там же, и мы видим, что фейл-треш-холл 30. Что это значит? Это значит, что первые 30 секунд, пока наше приложение пытается запуститься, мы с вами будем игнорировать то, что говорит нам непосредственно наша проба. По факту, что мы можем из этого понять? Что порт для поверки? 80-е, что наше приложение слушает этот самый 80-й порт на пример запросов. Что его end-point основной, который он должен воспринимать для, собственно, отдачи сообщения о том, что все хорошо. Это слэш-холлс. Дополнительно, собственно, три типа у нас есть всех проб. Ливнесс проб будет ждать 15 секунд от запуска контейнера. Риднесс 5. Стартап, собственно, проверяет то же самое, но имеет большее значение. Зачем? Затем, чтобы, если вдруг где-то что-то у нас не будет отдаваться, у нас тарш-холл порядка 5 обычно, ну, 5 попыток, он будет первые 30 секунд говорить, что полностью мы запущены или не полностью, прежде чем, в принципе, будет статус health, собственно, для того, чтобы туда пошел трафик. Собственно, для себя укажем 30 секунд Пор Стартап Что самое главное? Давайте чуть-чуть подробнее с вами поговорим про как раз такие типы. Что здесь может быть, кроме вот этого вот пресловутого хатапагета. Начнем с хатапачеков. На примере риднесс-пробы. Собственно, Самое первое. Еще стоит любая проба, здесь может быть и риднесс, неважно. Хатапачеки. Это по факту статус коды, как мы уже выяснили, как общение с растапи. Окей для него 200-399. Очередной раз-то укажем. С 200-го по 399-й. Ну, значит, что нот окей с 400-го по соц 99-й. хтп-проба в формате хтп-чека использует get и к факту просто приходит, да, и дергает. Но, опять же, кроме хтп-чека есть хтп-проба. хтп-проба это дополнительное, скажем так, дополнительный момент, который мы можем добавить к хтп-гету, это будет чем может быть хост, кастомный имя хасла для подключения по умолчанию, type-адрес пода, это схема, по которой мы подключаемся, хтп или хтпс, хтп по умолчанию, опять же пас, хаос, куда мы идем по умолчанию просто слэш, но мы видели, что можно сделать хаос, слэш хаос, например, прокинуть кастомные хедеры и использовать кастомные порты, в принципе, в диапазоне от единицы до 65535. Собственно, чаще всего, да, на именно вот стандартные пробы хтпшные, они идут в формате гета. TCP сокет. Далековато. Собственно, как он выглядит? Проверка происходит, собственно, как и у всех остальных TCP сокетов, мы указываем порт, по которому мы обращаемся. В данном случае порт 8080. Если он открыт, если сокет на соединение открывается, все хорошо, мы очень рады, для нас все замечательно, нам все окей. Мы говорим, что мы живы, мы работаем, мы продолжаем. В данном случае мы ливно спробу отпустим. Если там не открывается ничего, то, естественно, помещаем как плохой. Собственно. Поговорим. Порт. Open. Все ок. класс естественно значит что not ok и пойдем дальше последний тип экзекьют пример того как это выглядит собственность команда команда которая считывает что-то записанное в тем халл если там что то есть вот такой самый простой вариант зачем нам все это нужно в данном случае проверки такого вида идеально подходит в тех сценариях когда нужно определить состояние нашего контейнера на основе например кода завершения процесса или скрипта оболочки запущенного в контейнере или какого-то определенного скажем так момента формата там проверить что существует от файлик что он там есть что в нем там наличие свой наличие какой-то определенный я не знаю момента что то еще собственно когда мы используем такой подход кубернет проверяет все это дело выполняя команду внутри контейнера тоже это стоит держать в голове и выход из проверки статусом 0 считается успешным если там какой-то другой статус то естественно все плохо поэтому что мы для себя укажем мы для себя укажем что экзит нерест чайный статус мы пишем exit к 0 кей все остальные естественно не окей и дополнительно что-то ран сайт контейнер важная информация что запускаемся всегда внутри контейнера случае с непосредственно зеком дать теперь поговорим о том как можно выстроить пробы для того чтобы обеспечить высокая доступность для себя мы помним что есть четыре столпа высокая доступности redundancy мониторинг recovery и поинтинг нам сегодня с вами понадобится только один мы будем говорить про мониторинг что мониторинг это та вещь которая дополнительно завязана как раз таки на пробах и за счет проб дополнительной серии инженеры обеспечивают высокая доступность и только конкретно проб но мониторинг в целом и пробы это один из вариантов получения методов рассмотрим такой вариант у нас есть наш трафик который приходит у нас есть наш сумматор скажем так сумматор скажем так сумматор счетчика и он является уровнем бизнес логики и есть уровень хранения он просто что-то кладет в ацетру если быть точным собственно вот есть нашу наш сумматор каждый раз когда он получает запрос он делает плюс 1 это абсолютно сервере штука которой не важно что там вообще у нее сейчас состояние все что можно может прийти и дописать счетчику плюс 1 собственно как то делает у него есть ктп интерфейс те 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 по которому он трафик получает и а состояние счетчика он хранится и собственно все что происходит мы не будем разбираться как он-то делать что он делает за наша задача делать эту штуку высокодоступной в нашем случае нам сказали что вот задача вашей команды дакинуть к этому к всему метрик а стоит понимать что логика есть бизнес логик лоджик тирже нас присутствует и логика достаточно простая когда экземпляр а может быть высокодоступность поэтому один из экземпляров этого самого аддера получает запрос он блокирует ключ в центре который он увеличивает пишем для приличия у нас здесь есть андер поджог кей но сам блокирует этот ключ на запись полностью увеличивает и как только он произвел увеличение он и саму блокировку снимает поэтому что мы будем делать мы понимаем что процесс может зависнуть и при этом оставаться живым и очевидно мы хотим запустить восстановление если такое произойдет кроме того основной процесс может продолжать может порождать дочерние процессы которые в свою очередь могут незаметно для нас завершиться неудачи и оставаясь незамеченными почему так происходит потому что к юблет по умолчанию будет выполнять базовый уровень мониторинга проверки контейнеров аддера и в случае какого-то сбоя да действительно он их перезапустит опять же вот те самые две причины по которым использовать какие-то дефолтные вещи не интересно неправильно не круто не получится и можно считать что более подходящим решением является использование прополивнес и риднес опять же для обеспечения полноценной рабоспособности каждого экземпляра и для определения опять же как будут работать эти самые пробы нужно понимать как наш кубер реагирует на сбой собственно когда проба завершилась неудачно собственно когда проба ливнес ливнес проб дает сбой как мы помним кубер перезапустит контейнер полностью однако когда риднес проба даст сбой то кубер изменит состояние пода на но трейде за счет чего не готовый под прекратить получить трафик при этом остановление запускаться не будет ну собственно не будет перезапускаться опять же пока несколько раз он не сдаст этот самый сбой если мы будем смотреть на ливнес пробу то в данном случае для такого примера будет использоваться пи сокет который будет говорить что да действительно хитопа сервер нашего аддера жив здоров проверяет открыт или порт если порт закрыт то нет смысла поддерживать копию в рабочем состоянии нужно прибить и сделать новых выглядеть это будет следующим образом ливнес проба и себе сокет порт 8080 делай 5 секунд потому что довольно быстро запускаемся период проверки 20 секунд этого нам достаточно порт открыт это все что нужно знать для ливнеса если порт закрыт сразу прибиваем с ридно с пробой все не так однозначно а в первую очередь потому что если уровень данных не наступен для собственно нашего аддера собственно если соединение с центр разорвано или что-то другое очевидно что мы не можем увеличить счетчик а значит мы не должны получать спрос на увеличение поэтому что мы сделаем для проверки мы выставим определенную конкретную точечку определенные point слэш халзи которая проверяет собственно жив нежив наш наше центр наше хранилище и будет сообщать о неисправленном состоянии если вдруг мы не можем достучаться до хранилища киевэлю то есть для центра с точки зрения кода и логики приложения это будет выглядеть следующим образом у нас будет проверка которая будет ходить проверять собственно можем ли мы не можем к центре подключиться если все хорошо мы будем возвращать 200 в противном случае мы будем возвращать то что не понравится ридность пробе то есть 400 400 тире 500 9 какую-то из них и как это будет выглядеть собственно следующим образом период 15 секунд проверок дилей 5 секунд стандартных и тпг на халзи на порт тот же самый 8080 но на халзи n-point и данная ридность проба гарантирует что экземпляр который не может достичь бэкэнда собственно не может достичь и не тоже пока не может носить хранилища не будет получать запросы собственно явный случай когда жив здоров порцию по борту отвечает но не готов и бесполезен для обработки трафика собственно вот если мы подобным образом вешаем на три копии мы каждый раз когда допустим заблокировано что-то в эцетре то получать больше никто запроса не будет ну кроме того который заблокировал если же что-то отвалится ну естественно будем перезапускать в принципе базовую логику это покрывает и подобный подход для приложений собственно разделять ливнос и пробу понимая что ливнос это явно мертвый а ридность это явно жив но собственно не готов работать позволит нормально отслеживать что там с приложением почему он себя так и почему она себя так ведет и опять же принять решение что стоит делать какие дополнительные вещи стоит внедрить для того чтобы продолжать собственно с этим делом всем взаимодействовать и немножечко про те лучшие практики которые стоит применять для обеспечения максимально правильных скажем так максимально хороших максимально комфортных проб ливнос и лиднос стартап эндпоинты старайтесь как мы уже выяснили разделять да понятно что кубернесс предлагается нам тип проверок которые имеют каждый свою собственную цель поэтому собственно стоит разделять чтобы ливнос проба была по одному пути ридность была по другому опять же обрабатывать их стоит немножечко по разному и ну логи и логика должна поддерживаться с тем какая логика есть приложение первое обработчики должны быть независимыми функциями зачем собственно потому что для каждого продукта должны быть по хорошему реализованы два разных обработчика которые при этом отвечают на хтп запросы life и ready каждый из обработчиков во первых должен иметь собственную реализованную функцию а во вторых мы должны понимать что данные запросы должны обрабатываться не так же как и клиентские запросы то есть это отдельные запросы которые нужен более высокий приоритет просто потому что а если вы пару раз не ответим иногда начнет одного раза не ответить то мы окажем ситуации что кубер просто возьмет и прибьет к сожалению одну из копий нашего прекраснейшего сервиса мы этого не хотим и мы не хотим оказаться с вами в ситуации когда мы просто попадаем замкнутый круг что кубер убивает кубер отстреливает мы пытаемся восстановить кубер снова отстрелит снова пытаемся восстановить и так далее просто потому что запросов слишком много а обработчики реализованы таким образом что они ну банально пытаются обрабатывать это все на с одинаковым приоритетом а не отделяйте при этом логику ливнес и риднес проб от вашего приложения как вы видели на примере высокодоступных ну того как можно реализовать высокодоступность вам нужно понимать что в ну что с точки зрения работы приложения является а явным показателем того что он жив б является явным показателем того что он готов работать готов обрабатывать запросы готов в принципе отвечать и от него есть толк поэтому исходя из логики приложений для endpoints стоит добавить явные какие-то моменты что до при вот этом вот при вот этой проверке он точно жив а вот при этой он точно готов отвечать и обрабатывать запросы опять же при этом функции должны быть по-хорошему в идеале независимыми и если мы говорим про лайф то лайф не должен иметь какой-то прямо сверх логики отдельный он должен возвращать статус 200 если наш со мной поток запущен наше приложение живо и 500 допустим если нет а потому что мы помним что этот тип проба позволяет кубер узнать живы лишь приложение или мертво то есть надо или не надо его перезагружать опять же мы идем проверяем наш point для лайва либо наш писакет либо что-то еще и и если наша собственно код ответа будет нет двухсотый не трехсотый то приложение является мертвым и нещадно перезагружается с точки зрения надежности ответ для собственно ливна спробы должен быть истинным понятным однозначным если наше приложение действительно живо и работает но по крайней мере оно в состоянии что он не зависло полностью тот что отвечать на это если что-то произошло то конкретическая ошибка тоже не может работать принципе она мертво тонусе сна ответить однозначно да да нет нет логику в основном стоит реализовывать в обработчике ради ради проба чтобы предоставить максимально полный ответ готовности работы приложения а потому что ради проба она что нам позволяет на познали позволяет нам узнать готов ли под к приему трафика разработчику при этом важно реализовывать некоторую логику для проверки доступности всех а внутренних зависимостей для приложения и когда реализован обработчик ready очень важно максимально четко понимать что на самом деле это самое ready для нашего приложения означает собственно в обработчике ready важно выполнить все шаги которые определяют что приложение не только готова не только может но и готова обрабатывать хтп запросы которые к нему придут ну и цепи запроса зависимости от логики например если приложение необходимо установить соединение с базой данных чтобы быть готовым обрабатывать запрос то ради проба должна проверить установлены ли это соединение условно и готова ли собственно приложение к использованию иногда есть каст касты есть комплексные вещи допустим у джавы у тот же сам актуатор который за счет профилирования сделает так что он не будет отвечать и не будет ничего говорить пока непосредственно он не будет работать если будем рассматривать это конкретный случай например приложение потупливает под застревает что-то еще у него происходит которая пока идет обработка в отдельном потоке и пока мы в принципе у него очень крупный запрос колупаем при этом основной поток нашего приложения основной веб-сервер работает хорошо один кусочек подвисит мы понимаем что перезапуск в легкую решит проблему и да мы можем убедить кубер автоматически такое для нас провернуть все что нам нужно это убедиться что приложение отвечает на ридность пробу 500 и при этом заставить непосредственно ливность пробу возвращать эти 500 в таком случае кубер да будет пытаться перезапустить под потому что будет считать его мертвым это приводит нас к следующей следующей логике не пытайтесь установить статус приложение на собственно рвучки готовности на ридность пробе это делать только для проверки готовности приложения они для того чтобы непосредственно сделать так что приложение действительно было готово не только притворялось и помощью к и дологики пыталась делать дело реализовывать поэтому не И рекомендуется пытаться реализовывать какую-то логику, которая попытается восстановить состояние Readness, потому что наличие такой логики может быть опасным для некоторых остальных компонентов нашей распределенной системы. На этом с основной темой вебинара у нас сегодня все. Если есть какие-то вопросы, напишите в чат. Если вопросов нет, поставьте, пожалуйста, в чат. Минус. Можно заполнить вопрос по нашему сегодняшнему занятию. На всякий случай я дублирую ссылку в чате, хотя она есть выше. И немножечко поговорим про то, как строится процесс обучения в Отус и познакомимся с вами с курсом в целом. Процесс обучения выглядит следующим образом. Занятия проходят онлайн в вечернее время. Все записи занятий и материалы сохраняются в личном кабинете для вас навсегда. При этом по каждому домашнему заданию преподаватель дает зачастую развернутый фидбэк, что позволяет понять, хорошо выполнено задание или есть недочеты, которые можно исправить. В чате можно уточнять какие-то моменты, которые были непонятны на уроке. Время обучения от четырех академических часов на лекции в неделю, то есть обычно это две лекции по два академ-часа. И порядка четырех-восьми часов на домашнюю работу. И программа обучения, что немаловажно, обновляется каждый запуск для того, чтобы держать руку на пульсе и предоставлять максимально полезные актуальные знания. Ну, давайте посмотрим, собственно, на программу нашего курса. СРГ, практики, инструменты. Старт уже с 25 сентября. Уровень professional, то есть для middle и senior зачастую. Пять месяцев по, опять же, онлайн, по выходным, по вечерам, в понедельник и в среду в восемь вечера по Москве. Можно знать, для кого этот курс будет полезен. Полезен он будет для системных инженеров, для администраторов и операторов, в задачи которых входят в обеспечение надежности и доступности, конечно же, для разработчиков, чтобы можно было куда более полноценно понимать, что происходит в продакшн-окружении и как обеспечить дополнительную надежность, когда к тебе придут за таким требованием. А в этом, собственно, участвуют все, не только, лишь и среди специалисты. Для инфраструктурных и платформных инженеров то же самое, только для сервисов, которые предоставляются другим командам. В целом, для руководителей, тимлидов, техдиров и прочих менеджеров, которые хотят понимать, зачем нужен SRE, как внедрять SRE, практики, инструменты и оценить уровень SRE в команде или в компании на данный момент. Что требуется? В целом, опыт из разработки, из тестирования или из эксплуатации, неважно. И как плюс понимание чего-то из курсов по разработке, двопсу или линуксу. Собственно, что можно будет узнать на курсе? Что такое SRE, какие существуют SRE-практики на сегодняшний день? Как все это можно внедрять в организации? Как управлять надежностью, доступностью, эффективностью ваших сервисов? Как управлять изменениями, что тоже немаловажно на уровне, на одном с непосредственно работой с инцидентами? Как осуществлять полноценный мониторинг и улучшать в целом наблюдаемость вашей системы? Каким образом реагировать на инциденты и проблемы с производительностью? Что такое SRE более углубленно и какие существуют на сегодня? Практики еще раз, но, скажем так, под другим, более интересным углом. И как это все внедряется, надо сказать, что там у них задвоение. Процесс обучения стандартный. Партнеры. Нашего курса формат обучения мы уже говорили. Программа – это введение в SRE. Это Everything as a Code. Экосистема Kubernetes подробнее. Автоматизация. Как уменьшить TOILE, ту самую тяжелую, рутинную, неинтересную для кого работу. Обзервабилити в рамках SRE. Практики SRE. Немножечко про то, как найти работу в качестве SRE инженера. И, конечно же, проект. Здесь же можно познакомиться с преподавателями. Станислав, руководитель нашего курса. Собственно, наши преподаватели. Можно про каждого узнать, где преподает, какие дополнительные имеют навыки, чтобы понимать, что же за специалисты будут. И еще одно ближайшее мероприятие. Уже 10 сентября. Продолжая, собственно, тему мониторинга, будет более интересный, более углубленный, скажем так, рассказ от Николая про мониторинг непосредственно распределенных систем. Что мы с вами познакомились с курсом. Послушали. Вебинар. Давайте немножечко порефлексируем. Я думаю, что наши цели были достигнуты. Мы с вами познакомились с видами проб в кластере Kubernetes, а также разобрали, как их можно использовать, как лучше их использовать. Я напоминаю, что курс SRE практики инструмента начнется 25.09. Видимо, еще не объявленный, но 3.09 подготовлен будет еще один открытый урок. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. И, возможно, до новых встреч с вами на курсе. Спасибо. 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 Спасибо.